Добрый день, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на моем канале, на канале Алики Мирной. Итак, у нас с вами второй прогноз. Карта дня на 27 апреля 2023 года. Давайте с вами посмотрим, какой это для нас день, что он нам принесет. Прогноз у нас для представителей всех знаков зодиака. Итак, 27 апреля. Ну, день достаточно активный, напряженный. Вы проделаете большую какую-то работу. То есть, скорее всего, что будете заниматься документами. И смотрите, можете проявлять какие-то негативные... Ну, как можете? Здесь речь идет не о разрешении, а о том, что вы будете это делать. Вы будете проявлять негативные стороны своего характера. То есть, знаете, как теневая сторона будет давать о себе знать в этот день. В то же самое время сможете получить какой-то четкий ответ. Для себя, да, если вы кого-то будете о чем-то спрашивать или договариваться о чем-то будете, то есть вы получите какой-то четкий ответ. Если вы будете встречаться с кем-то, то произведете впечатление достаточно такого серьезного, солидного человека. И в этот день хорошо, мне кажется, заниматься вот какими-то юридическими вопросами. Так, ну давайте посмотрим, что же в позитиве. Выход из какой-то затруднительной ситуации, да, то есть человек может находиться как в клетке, то есть он замкнут в каком-то пространстве или же, допустим, обстоятельства вокруг этого человека складываются не очень. Но в этот день дается возможность из этого состояния выйти, так как освободиться от чего-то, посмотреть, что же там в мире еще происходит, что же там, скажем так, за окном. Выздоровление, да, то есть здесь может быть какое-то выздоровление, избавление от панических атак, от приступов каких-то. Можете почувствовать свободу. Что в негативе? Ну а в негативе будет то, что человек не выходит из этих обстоятельств, то есть он продолжает выполнять какую-то свою роль, он продолжает все как по накатанной, то есть он ничего в своей жизни не меняет. Ему тяжело, ему неудобно, но он ничего не делает, не предпринимает для того, чтобы внести какие-то изменения в свою жизнь. На что следует обратить внимание? Знаете, вы привлекаете к себе очень много внимания, и вот вам нужно быть внимательными по отношению к окружающим вас людям. Дело в том, что такое впечатление, что за вами следят, наблюдают, может быть, как бы сплетничают даже, и кто-то за вами, ну здесь как слежка какая-то, кто-то за вами следит, кто-то очень интересуется вашей жизнью, чем вы живете, где вы живете, с кем живете и как живете. Вот обратите внимание на то, что такие люди в вашем окружении есть. Уж очень они нелюбопытные. Что в личных взаимоотношениях? В личных взаимоотношениях все хорошо. Любовь, приятное общение, поездка может быть, хорошие такие, ну вот, эмоции, чувства. Вот все как-то легко, легко, приятно. Может быть, будете гулять на свежем воздухе, отправитесь куда-то. Что в рабочей сфере? В рабочей сфере, о, большие какие-то грандиозные планы. Планов до утра, а делать ничего не хочется. То есть вот так будут обстоять дела в работе. То есть вы будете стараться успеть все. Вам будет казаться, что вы все можете сделать. То есть что бы вам не поручали, или за что бы вы не брались, вот вы как-то в своей голове проворачиваете таким образом, что вот, ну, все возможно, все возможно. Но, по сути, есть ощущение усталости. И здесь необходимо взять какое-то время для того, чтобы отдохнуть. То есть какую-то работу обязательную. Понятно, что вы должны будете сдать, сделать, выполнить. Но не берите слишком много на себя. Да, пожалейте себя прежде всего. Что... Так, есть ли запланирована встреча на 27 апреля? Как она пройдет? Встреча пройдет хорошо, интересно. Будет легкое какое-то общение. Безмятежность какая-то. Может быть, будете флиртовать во время этой встречи, допустим. То есть как-то захотите себя как-то проявить, показать. Наладить какие-то контакты. Может быть, кто-то решит там устроить свою личную жизнь, допустим. Если это будет деловая встреча, то деловая встреча пройдет легко. Легко, свободно. Я не говорю о том, что, знаете, здесь какая-то... Нет, результат вы здесь получите. Я думаю, что какой-то конкретный результат вы получите. Подпишите документы, оформите что-то, к примеру. Если мы говорим о делах, то результат здесь будет. Но встреча, знаете, какая-то как... Вроде как деловая, но пройдет она уж слишком в свободной какой-то форме. Так, можно ли давать деньги в долг? Можно. Можно ли брать деньги в долг? Не можно. Можно ли брать деньги в кредит? Можно. И общий совет карт для всех нас. Знаете, совет карт какой? Примите то, что происходит в вашей жизни. То есть здесь могут быть какие-то обстоятельства, события, которые вам нужно принять. От которых вам не следует отказываться, да, убегать от них. То есть вам нужно продвигаться вперед. Потому что здесь идет как что-то кармическое. То есть в вашей жизни происходят те события, которые должны произойти. Хотите вы этого или не хотите. Знаете, как бы высшие силы особо этим не интересуются. Поэтому обращайте внимание на знаки свыше. И будьте честными. Честными перед самими собой прежде всего. Вот так вот. Так, ну и послание фей. До исполнения желания рукой подать. Сохраняйте веру, потому что все работает на вас. Вот такое послание. Так, ребята, хорошо. Смотрим дальше. Смотрим для каждого знака в отдельности. Овны. Карта дня для вас. Овны. Для Овнов прекрасный день. Императрица. Знаете, это счастье, достаток. Хорошее самочувствие. Общение с очень влиятельной женщиной. Да, то есть здесь общение будет приятное какое-то. Может быть какая-то неожиданность. Но это какой-то приятный сюрприз возможен для вас. Так, что здесь еще? Получение финансов, выгодного предложения. Открытие какой-то информации. Да, вот как будто бы вы информацией какой-то не владеете. Но есть человек, к которому вы можете прийти, обратиться, и он вам поможет. То есть вот если вам нужна какая-то информация, не стесняйтесь, не робейте, спросите. Да, то есть в вашем окружении есть люди, которые могут вас вот в этом каком-то важном вопросе просветить. Тельцы. Карта дня для вас. Тельцы. Для тельцов прекрасный день. Мир. Мир в душе. Мир в семье. Мир во всем мире. Да, то есть вас будут интересовать мировые новости. Новости, которые, ну, относятся, допустим, к другим странам. К людям, которые вдалеке от вас. То есть что-то для вас будет важное такое. Появление кого-то или чего-то нового в вашей жизни. То есть может быть у кого-то из родных, близких, друзей, там появится ребенок, допустим, родиться. Или же вы займетесь новым делом каким-то. Или вам предложат новое дело. Или же вы закончите какие-то курсы и приступите к новому проекту, да, уже имея определенные знания и опыт. Предложение новой работы, возможно. День, я думаю, будет для вас очень такой насыщенный. Близнецы. Карта дня для вас. Для близнецов хороший день, стабильный. Здесь возможно получение денег. Вы будете чувствовать себя просто на коне. То есть можете получить какую-то сумму и будете решать, что же вам делать дальше. Как этими деньгами распорядиться. И здесь исполнение какой-то вашей мечты наконец-то. Что-то в вашей жизни желаемое да и сбудется, да. То есть тут как праздник у вас будет какой-то. Раки. Карта дня для вас. Итак, для раков день будет достаточно такой насыщенный. Но вы будете лениться на самом деле. То есть какие-то события будут происходить, вам будут что-то рассказывать, предлагать. Вы будете заинтересованы, будете слушать внимательно. Но по сути ничего не хотите делать в этот день. Вы хотите полежать, отдохнуть, набраться сил и поберечь свою энергию. Вот так вот. Львы. Карта дня для вас. Для львов хороший день. Вы окажетесь перед определенным выбором каким-то. Будете обдумывать что-то, какое-то предложение. Будете вспоминать чьи-то слова. Будете опираться на них и присматриваться к людям будете в этот день. Заключение какого-то союза, партнерства может быть. Но знаете, вы человек... Кстати, вот здесь возможно, что в вашей жизни появится человек, который очень хорошо как-то себя преподносит вам. Но на самом деле он не такой уж белый и пушистый, как старается показаться. То есть он очень агрессивный, своенравный, злобный, возможно. И вот скорее всего, что об этих качествах данного человека вам кто-то что-то говорил. То есть вы как будто бы вспомните, что вам рассказывали об этом. И не купитесь на вот эту вот игру. Туда вы не поведетесь на эту игру, которую устраивает некий человек перед вами. Он просто хочет как-то произвести на вас определенное впечатление. Поэтому будьте аккуратны. Девы, карта дня для вас. Для дев хороший день. Вы звезда. Вы в центре внимания. Будете читать много новостей. Интересоваться многим. Будете переписываться, созваниваться. Заниматься процедурами красоты. Допустим, будете приводить как-то себя, свое тело в порядок. То есть как будто вы начинаете готовиться к летнему сезону. Захотите омолодиться. Что-то во внешности поменять захотите. Так. Ну и здесь у вас какие-то мечты. Исполнение каких-то мечт. Исполнение каких-то мечт. Исполнение желаний, касающихся дома. Что-то наконец-то для вас хорошее такое произойдет. И вы будете этим довольны. Какая-то ваша мечта исполнится. Весы карта дня для вас. Ну, для весов отличный день. Вы будете полны желания, полны сил. Начнете действовать достаточно так активно. Какое-то открытие для вас будет. Что-то новое для себя откройте. Обратите на что-то внимание. Здесь может быть заключение какого-то союза, партнерства. Получение очень дорогостоящего подарка. Или получите хорошее вообще предложение. Предложение может касаться сотрудничества. Далее. Скорпионы. Карта дня для вас. Для скорпионов очень хороший день. Вы будете работать. Будете полны желания. Что-то попробовать новое. Знаете, как будто бы вы за кем-то будете наблюдать. Но втайне наблюдать. Будете собирать про кого-то информацию. Чья-то работа или вообще вот кто-то, возможно, на вашей работе, вам нравится. То есть вот вы будете проявлять кому-то интерес. Но смотрите, человек, на которого вы положили глаз, достаточно своеобразный. То есть будьте с этим человеком очень аккуратны. Потому что он или она, да, могут казаться такими, знаете, очень приятными людьми, спокойными, безобидными. Но на самом деле там такая пороховая бочка. То есть человек с сюрпризами может оказаться. Поэтому будьте внимательны. Ну, может быть, вам это тоже будет нравиться. То есть будет стимулировать даже в какой-то степени. Так, далее. Кто у нас? Стрельцы. Стрельцы. Карта дня для вас. Для стрельцов прекрасный день. Умеренность. Вы довольны. Все, наконец-то, в вашей жизни начинает налаживаться. То есть всему свое время. И пришло время для получения каких-то хороших новостей. Приятного общения. Исполнения каких-то желаний. Для выздоровления, допустим. Такое впечатление, что вы переживали какие-то трудные времена. И, наконец-то, вот сейчас вас начинает немножко отпускать. То есть вы понимаете, что... Почему вы беспокоились, допустим. В чем истинная причина? Что с этим делать? Как быть? Да, может быть, вы хотели что-то такое получить для себя. Что вам по факту принадлежать не должно. И вот это могли тяжело переживать. Что что-то идет не так, как вы того желаете. Но все станет на свои места. Вот с 27 числа будет становиться легче. Так. Козерожки. Дорогие, карта дня для нас. Ну, для козерожек здесь день такой спокойный, домашний, уютный. Вы будете очень много мечтать. Будете думать. И настроение будет достаточно такое романтичное. Какие-то планы будете строить на дальнейшее. Но в то же самое время здесь какая-то моторошность может быть. То есть вроде бы как все хорошо, но вот как волной будет накатывать что-то. Знаете, как беспокойство такое легкое. Что вот вы будете как бояться даже в какой-то степени мечтать что ли. То есть вот как будто окунетесь в мир фантазии. А потом испугаетесь этого. Но я вам скажу так, что какие-то трудности из вашей жизни уходят. Вообще, то есть, может быть, поэтому вы и будете себя так как-то чувствовать странно. Что-то такое, что внушало в вас страх, вызывало какие-то негативные эмоции, из вашей жизни уйдет. То есть вот отпустит вас. Так, водолеи. Карта дня для вас. Для водолеев день такой нелегкий. Очень переживайте. Переживайте за недвижимость. Переживайте за владения какие-то. За возможности. То, что что-то не можете реализовать. Что-то не можете сделать. И вот скорее всего, что здесь вы не получите какой-то свой интерес в этот день. Ну, не надо отчаиваться. Если вы это не получите, значит, оно вам по сути и не надо. Просто поймете, вы это чуть-чуть погодя. Все будет в порядке. Рыбки. Карта дня для вас. Для рыбок день такой спокойный, умиротворенный. Будете анализировать что-то, медитировать. Возможно, будете делать расклады или смотреть чьи-то расклады будете. Не знаю. Может быть, обратитесь к тарологу или к астрологу, к примеру. Или вообще будете просто общаться с очень таким мудрым человеком. То есть общаться будете по душам. И вот благодаря каким-то этим действиям, может быть, вы ритуал какой-то будете проводить. Или опять же таки, да, вот как-то обратитесь к кому-то за помощью. Или просто пообщайтесь. Но вот после чего-то такого, да, вам станет легче. И как будто вот события начнут быстро развиваться и легко. Да, то есть обстоятельства станут легче. Здесь будет какая-то приятная для вас неожиданность. Так что вот так. Вот такой у нас расклад. Благодарю вас за внимание. Всего доброго. Благодарю вас за внимание.